Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сегодня мы поговорим про такие редкие неврологические синдромы, как миотония и нейромиотония. Миотония – это класс наследственных болезней, в основе которых лежит патология ионных каналов. Это могут быть хлорные, натриевые, кальциевые или калиевые каналы, и при которых развивается затруднение расслабления мышц, а также мышечные спазмы после произвольного мышечного сокращения или механического возбуждения мышц. По классификации выделяют миотонию с патологией натриевых ионных каналов. Это флуктуирующая, перманентная и ацетозоломид-чувствительная миотония. Миотония с патологией хлорных каналов – это миотония Беккера, Томпсона и Левиора. Миотония Беккера наследуется по аутосомно-рецессивному типу, тогда как миотония Томпсона и Левиора по аутосомно-доминантному типу. Это дистрофическая миотония и миотонические синдромы. По МКБ-10 миотонии классифицируются следующим образом. Выделяется дистрофическая миотония Штейнерта-Кушмана. Выделяется хондродистрофическая миотония или синдром Шварца-Джампала. Выделяется лекарственная миотония, например, статиновая. Выделяются врожденные миотонии – это миотонии Томпсона, Беккера и Левиора. Врожденная парамиотония Эйленбурга. И нужно дать пояснение термину парамиотония – это усиление миотонии после продолжения нагрузки, тогда как при обычной врожденной миотонии миотонические феномены регрессируют после продолжения нагрузки. И псевдомиотония. Каковы же общие клинические критерии миотонии? Во-первых, это отсроченное расслабление скелетной мышцы после двигательной активности. Это отсроченное расслабление появляется при начале мышечной активности и уменьшается при ее продолжении, за исключением парамиотонии, когда при продолжении мышечной активности миотонические феномены нарастают. Отсроченная миотония появляется после периода сокращения мышцы наблюдается при флуктуирующей миотонии. Также специфические миотонические феномены наблюдаются при различных заболеваниях, например, при гликогенозах, болезни помпы, болезни кори форбса. Это гликогенозы 2-го и 3-го типа и ряде других. При клинической диагностике миотонии нужно обращать на следующее внимание симптомы. Это так называемый ложноположительный феномен Гриффе, когда при повороте взоре вниз остается белая полоска склеры на глазах. Это миотоническая реакция при аккомодации, когда приближение текста глазам вызывает двоение текста у больного. Это трудность разжимания пальцев сжатых в кулак и появление на противоположной стороне в руке синкинезий у больного миотонии. Это застывание кисти в разгибательной позе при ударе молоточком по мышцам разгибателем. И еще один симптом. Больной может присесть на корточке только на полную стопу, а приседание на носке не дает ему возможности удержаться и больной падает. Это миотония икроножных мышц. Больной миотонии будет застывать в начале подъема по лестнице. Миотония может усиливаться при волнении и на холоде. В некоторых случаях такие характерные явления для парамиотонии Элленбурга. Для больных миотонии характерны крампи и судороги в мышцах, то есть болезненные мышечные сокращения. Транзиторное повышение уровня креатинфосфокиназы КФК. И при перкуссии молоточком возникает перкуторная миотоническая реакция. Возникают миотонические валики и ровики. Вот здесь на рисунке показан спазм мышцы кисти слева. Показана миотония языка. После перкуссии возникает миотонический ровик и валик. И перкуссия бицепса. Внизу маленькие рисуночки. Возникает миотонический ровик слева и миотонический валик справа. Миотонические потенциалы при электродиагностике выглядят следующим образом. На первом рисунке показан миотонический потенциал. Это разряд, состоящий из убывающих по амплитуде фибрилляций. И бывают также псевдомиотонические разряды, которые надо отличать от миотонических. На правом рисунке показаны разряды фибрилляций одинаковой амплитуды. К диагностическим критериям относится первый вариант миотонического разряда с убывающей амплитудой. При прослушивании такого разряда в электромиограмме мы можем слышать так называемый шум пикирующего бомбардировщика. Поговорим о конкретных видах миотонии. Ну вот миотония Томпсона и Беккера. Да, такие виды миотонии есть. Миотония Томпсона была впервые описана в 1876 году. Написал ее невролог Томпсон на примере собственной семьи. Эта миотония наследуется по аутосомно-доминантному типу с высокой пенетрантностью, тогда как миотония Беккера, фенотипически сходная с миотонией Томпсона, наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Обнаруживаются мутации в гене хлорных каналов на хромосоме 7Q35. Начало болезни в 10-12 лет, но возможно и раньше, возможно и позже. Ведущий симптом затруднения расслабления мышц. Для больных миотонии Томпсона и Беккера характерно так называемое атлетическое телосложение, гипертрофия различных групп мышц. Это показано на фотографиях. При миотонии Беккера развивается, как правило, дилатационная кардиомиопатия в течение заболевания, и миалгии боли в мышцах при этом заболевании не характерны. Вот на электромиограмме слева, снизу рисунчик, показана нормальная кривая глобальной миографии и миотоническая задержка. При глобальной миографии мы зарегистрировали ее при попытке расслабить мышцу у больного миотонии Томпсона. Следующее заболевание, встречаемость которого недооценена, имеет место некая гиподиагностика этого заболевания, это дистрофическая миотония. Это мультисистемное заболевание, которое протекает с поражением скелетной мускулатуры, гладкой мускулатуры мышцы сердца, глаза и головного мозга. Выделяют три формы дистрофической миотонии. Первый тип – это ген на хромосоме 19-Ко, второй тип дистрофической миотонии – это ген на хромосоме 3-Ко, еще это называют проксимальная миотоническая миодистрофия, пром, такая есть аббревиатура. И третий тип дистрофической миотонии – это ген 15-Ко21-24. Клинические проявления дистрофической миотонии вариабельны и могут отличаться в пределах одной семьи. По возрасту дебюта выделяют врожденную ювенильную формы, которые начинаются в возрасте от 1 до 20 лет, взрослую форму, которая начинается в возрасте от 20 до 40 лет, и позднюю форму, которая начинается в возрасте старше 40 лет. Дистрофическая миотония – это заболевание, связанное с экспансией тринуклеотидного повтора ЦТГ в гене миотонин протеинкиназы. Какова клиническая картина? У таких больных наблюдаются птоз и глазодвигательные нарушения, различные виды косоглазия, веки опущены или полуопущены, имеется слабость мемической мускулатуры, отмечается вместе с птозом логофтальм. Мы, когда проверяем возможность зажмуривания глаз больными, мы видим слабость круговой мышцы глаза, и можем видеть симптом паруса. У больных характерное выражение лица такое возникает. Также мы видим лебединую шею – это слабость кивательных или грудинно-ключично-сосцевидных мышц, шея немножко откинута назад за счет большего тонуса в разгибателях. Мы видим у этих больных атрофии скелетных мышц и миотонию в проксимальных и дистальных мышцах, а также псевдогипертрофии мышечные. Характерна дилатационная кардиомиопатия. И надо сказать, что внезапная смерть от аритмии имеет место от 2 до 30% больных этим заболеванием. Дополнительными симптомами дистрофической миотонии являются катаракта. Мы говорили, что поражается глаз. Облысение, характерно депрессия, характерно нарушение сексуальной функции, характерны когнитивные нарушения и характерна также пирамидная недостаточность в виде патологических пирамидных знаков, гиперрефлексии. Из-за слабости гладкой мускулатуры у больных могут возникать дисфагия, запоры и кишечная псевдообструкция. Также для этих больных характерна абструктивная апноэ сна и центральная альвеолярная гиповентиляция. Характерна эндокринологическая патология. У многих больных дистрофической миотонии наблюдаются сахарный диабет, гипотиреоз, у мужчин гипогонадизм, а у женщин ранний климакс. И также характерной особенностью данного заболевания является высокий риск злокачественной гипертермии, о котором мы расскажем в конце лекции. Вот так выглядят больные с дистрофической миотонии. Слева на рисунке мы видим ребенка, это врожденная ювенильная форма, мы видим птоз, мы видим косоглазие, сходящееся у ребенка, мы видим гиплегию лицевых нервов. На рисуночке слева внизу мы видим дилатационную кардиомиопатию у больного дистрофической миотонии. Дальше на рисуночке у женщины мы видим гипертрофию икроножных мышц, псевдогипертрофию точнее. И у мужчины на рисуночке посередине справа мы видим сколиоз, грубая атрофия межлопаточного пространства над плечей. На самом правом рисуночке рентгенограмме мы видим капельное сердце. Дилатационная кардиомиопатия приводит к тому, что камеры сердца расширяются, стенки желудочков спадаются, и сердце принимает капельный вид. Парамиотония Эйленбурга, следующая клиническая форма, она описана в 1886 году. Причиной является мутация натриевых каналов в гене на хромосоме 17Q. Напоминаю, что для парамиотонии Эйленбурга характерно продолжение миотонической реакции после совершения мышечного сокращения, которая длится до нескольких минут. Также характерна миотоническая реакция на холод. Во время приступа у этих больных может быть выявлено гипо- либо гиперкалиемия, но прием хлорида калия в порошке не приводит к развитию пареза. Биохимически характерно для этих больных наличие кривоглобулиномии в биоптате, если мы сделаем биопсию мышц, мы выявим атрофию мышечных волокон 2-го B-типа. Так, вот здесь вот показан спазм. Стопа отводится и спазмируется. Так, вот мы видим больного с парамиотонии Эйленбурга. Мы видим, что походка затруднена, да, то есть больной преодолевает какие-то усилия, когда он ходит. Так, и сейчас вот он прошел по комнате, больной поворачивается, поворачивается, да, и развивается тонический спазм ноги. Вот мы видим, как по мере даже вот взялся за опору больной, да, не может преодолеть тонический спазм правой ноги. Вальгусную установку нога принимает во время этого спазма. Так, это парамиотония Эйленбурга. Значит, с чем проводить дифференциальную диагностику парамиотонии Эйленбурга? Это семейный гиперкалиемический паралич Андерсон. Это эпизоды мышечной слабости на фоне гиперкалиемии, которые прекращаются спонтанно, но приступ провоцируется приемом калия. Значит, напоминаем, что содержит калий. Калий содержится в бананах, калий содержится в твороге, печеном картофеля, кураге, изюмя. Такие продукты противопоказано принимать пациентам с этим заболеванием. Мутация находится в том же гене. По мере прогрессирования болезни развивается миопатия. И второе состояние, которое нужно дифференцировать с парамиотония Эйленбурга, это гипокалиемический периодический паралич или болезнь Гамстерп. Вот это уже приступы мышечной слабости в конечностях, без поражения дыхательной и без поражения краниальной мускулатуры на фоне низкого калия сыворотки. Приступ вызывается отдыхом после физической нагрузки, гипогликемией, инъекцией инсулина. Значит, как правило, это молодые люди, которые просыпаются утром с нижним парапарезом, трипарезом или тетропарезом. Никто не знает, что с ними происходит, их везут в реанимационное или нейрореанимационное отделение. В последующем обнаруживается, что у них снижен резко калий сыворотки, проводится лечение и парезы восстанавливаются. В таких случаях всегда следует исключать симптоматический гипокалиемический периодический паралич, еще эту болезнь называют пароксизмальная миоплигия. Нужно делать обязательно МРТ брюшной полости для исключения минерал-кортикоидной опухоли надпочечников. Я за свою практику видел два таких случая. Флуктуирующая и перманентная миотония. Что это за формы? Здесь флуктуирующая миотония – это форма, при которой выраженность миотонии достаточно умеренная. Она меняется изо дня в день, и мутация находится в том же гене 17Q, как и у предыдущих всех заболеваний. Но холодовой чувствительности миотонии нет. Нет мышечной слабости как таковой. Неподвижность может развиться после отдыха и сохраниться в течение получаса. Приступ усиливается при приеме калия, при приеме листенона, вплоть до дыхательных нарушений. Перманентная миотония. Здесь обусловлено заболевание специфической мутацией в гене 17Q35. Это непрерывная миотония с нарушениями дыхания и наличием мышечной гипертрофии. И, наконец, ацетозоломид-чувствительная миотония. Это миотония, вызывающаяся мутацией. Она здесь представлена в гене 17Q35, сопровождающаяся доминантным наследованием. Она уменьшается при приеме диокарба. У больных есть мышечная гипертрофия, есть парамиотония, есть миалгия. Она провоцируется приемом калия. Ну и хорошо, что она уменьшается при приеме ацетозоломида, диокарба. Следующее заболевание, о котором следует упомянуть, это синдром Шварца-Джампола. В данном случае мутация в гене находится на хромосоме 1P3436. Наследуется этот синдром по аутосомно-доминантному, но реже по аутосомно-рецессивному типу, когда дефект находится на хромосоме 5P13-1. В клинической картине доминируют аномалии развития скелета. У больных отмечается низкий рост, кифоз грудного отдела позвоночника, сколиоз, келевидная грудная клетка, короткие пальцы, брахидоктилия, вальгусная или варусная деформация голеней, контрактуры суставов, дисплазия тазобедренных суставов. Отмечаются гипертрофии мышц, спонтанные сокращения мышц и крампии, болезненные мышечные сокращения. Начало заболевания с рождения или же в возрасте до 3 лет. При электромиографии регистрируются миотонические феномены, биопсия мышц при данном заболевании неинформативна. Вот здесь показан рисунок ребенка с синдромом Шварц-Джампл. Здесь есть контрактура суставов, сколиоз, келевидная грудная клетка, низкий рост и показаны миотонические потенциалы справа, которые игольчатым электродом выявлены в мышцах этого больного. Нейромиотония и САКСа – следующее заболевание, о котором мы сегодня должны упомянуть. Это синдром, который описан в 1961 году. По определению, это нарастающая мышечная ригидность, фасцикуляции, крампии, снижение сухожильных рефлексов. По патогенезу это полинаэропатия аутоиммунная. Первичные формы этого заболевания наследуются по аутосомно-доминантному типу, а вторичные формы связаны с наличием тимомы, злокачественных опухолей, терапией азотиоприном, высокими дозами фенитаина, длительного приема сальбутамола и стероидных гормонов при бронхиальной астме. В основе патогенеза нейромиотонии и сакса лежит образование аутоантител калиевым каналам периферических нервов. Болезнь начинается в возрасте от 9 до 80 лет, но пик приходится на 20-40 лет. Надо сказать, что в Российской Федерации аутоантитела калиевым каналам ни одна лаборатория не определяет, но наша клиника договорилась специально с лабораторией университета города Роттердам, Нидерланды, о проведении такого анализа российским пациентам. Сейчас мы ожидаем результата анализа двух таких пациентов с синдромом нейромиотонии. Что характерно для клинической картины нейромиотонии и сакса? Это постоянное напряжение мышц в дистальных отделах конечностей. Мышцы лица и туловища вовлекаются достаточно редко. Это медленные и крупные мышечные подергивания, в отличие от фасцикуляций, которые мы напридаем при боковом и атрофическом склерозе. Эти подергивания сохраняются во сне. При произвольных движениях тонус мышц усиливается. Отмечается снижение сухожильных рефлексов. Мы помним, что нейромиотония и сакса – это полинейропатия. Могут быть нарушения чувствительности, и может быть пирамидная недостаточность, и могут быть вегетативные нарушения в виде гипергидроза и тахикардии. У 25% больных имеются когнитивные нарушения, а также могут наблюдаться галлюцинации и возбуждения. Тогда речь идет, это заболевание называется синдром Морвона, то есть нейромиотония плюс психиатрическая симптоматика. Симптоматика уменьшается при приеме вольпраатов и фенитаина. Надо сказать, что клинические фенотипы нейромиотония и сакса вариабельны. В каких-то отдельных, не очень выраженных случаях мы можем и не видеть такой ригидности мышц. Но мы всегда видим медленные и крупные мышечные подергивания, которые могут наблюдаться на конечностях и проксимально, и дистально. Иногда больные жалуются и на такие подергивания в грудной клетке. Не стоит думать, что редко вовлекаются туловища. И бывает и в языке эти феномены возникают, миотемические такие феномены. Такие подергивания называются миотемиями, которые мы видим при нейромиотонии и сакса. В отличие от фосцикуляции, это другой уже термин. Как выглядит нейромиотония и сакса на электромиографическом исследовании? Нейромиотонические потенциалы, вот здесь на левом рисунке прямо обведен нейромиотонический потенциал, это разряд из высокоамплитудных, высокочастотных потенциалов. И он довольно длительный. А справа на рисуночке в середине мы видим парные фосцикуляции. У таких больных при электромиографии имеются фосцикуляции. Могут отмечаться положительные острые волны и фибрилляции, но в основном преобладает спонтанная активность двигательных единиц, то есть фосцикуляция. И мы видим вот такой тоже нейромиотонический потенциал, групповой потенциал высокоамплитудных разрядов. Здесь вот с убывающей частотой справа на рисунке, и слева тут частота не убывает. Но кроме этого, при нейромиотонии и сакса, мы можем видеть другие типы потенциалов. Вот здесь на верхних рисуночках представлены такие так называемые гигантские фосцикуляции, парные и тройные фосцикуляции. И мы можем видеть синусоидальные миотемические потенциалы, правильной или неправильной формы. Вот на рисуночке справа внизу показаны синусоидальные миотемические потенциалы правильной формы, на рисуночке слева внизу показаны синусоидальные миотемические потенциалы неправильной формы. У больного с предполагаемым диагнозом нейромиотонии и сакса, анализ которого на антителокалиевым каналам мы отослали в город Роттердам. Нейромиотония характерна для паранеопластической полинойропатии. Вот у больной с маленьким очишком периферического рака легкого мы видим гигантские фосцикуляции. Обратите внимание на рисуночек слева. Это фосцикуляции с большими хвостами, которые повторяются. И вот дальше рисуночек справа у нее начинается длительный непрерывный нейромиотонический потенциал. На рисуночке внизу показан конец этого потенциала. То есть он продолжается. Это высокочастотные, высокоамплитудные разряды, которые завершаются с возникновением фосцикуляций крупных с длинными хвостами. Паранеопластическая полинаэропатия. Это все регистрируется в покое. Нога лежит на кушетке. Введен игольчатый электрод. Вот эта активность такая вот бурная регистрируется в покое у больной. Следующее заболевание, о котором нужно упомянуть, это синдром ригидного человека. Это тоже аутоиммунное заболевание, при котором мышечные спазмы провоцируются эмоциями, сенсорными раздражителями, клаустрофилией, то есть боязнью открытого пространства. Возникают эти приступы спонтанно, во сне исчезают. У этих больных обнаруживают антитела глутамат декарбоксилазия, но в отличие от больных нейромиотонии и сакса, фенитаин и вольпраты не уменьшают симптоматику. Значит, что прогрессирование медленное. Что можно попробовать? Можно попробовать карбомазепин, можно попробовать высокие дозы гамг. Есть специальные виды чая, которые содержат гамг. Вот что можно попробовать у этих больных с синдромом ригидного человека. Но, как правило, прогрессирование медленное и эффективно как-то уменьшить жалобы больных на подергивание, на ригидность, на спазмы мы не можем. Можно попробовать ботулинотерапию, конечно. Если синдром преимущественно проявляется в какой-то группе мышц. Когда еще могут возникать локальные миокемии? Они могут возникать при спиноцереблярной атаксии третьего типа. Это болезнь Мачада Джозефа. Они могут возникать при мультифокальной моторной невропатии с блоками проведения и хронической воспалительной демилизирующей полинотерапатии, а также при эпизодической атаксии первого типа. Меотонические синдромы. Где, при каких заболеваниях миотония присутствует у нас как синдром? Это, прежде всего, гипотиреоз. Это туннельные синдромы при гипертирозе и мукополисахаридозах. Это гликогенозы, о которых я уже говорил. Болезнь Помпа, гликогеноз второго типа. И болезнь Кори Форбса, гликогеноз третьего типа. При гиперкалиемии могут возникать миотонические реакции. При лекарственном приеме лекарств могут возникать миотонические синдромы. Это при приеме статинов, фибратов, при приеме амиадарона, колхицина, плаквенила, эритромицина, изаниазида. Это может возникать у больных, которые являются наркоманами и принимают кокаин, героин, амфетамин. Миотоническая реакция может возникнуть при приеме пропофола в практике анестезиологической. В своей личной клинической практике я сталкивался с редкими случаями миотонии. В одном случае миотония регистрировалась у больной с клиникой бокового амиотрофического склероза. И в одном случае я наблюдал парамиотонию у больного 18 лет с быстро прогрессирующей мультисистемной атрофией. Каков же план обследования больного миотонии? Во-первых, для того, чтобы установить тип наследования болезни, нужно собрать семейный анамнез. Дальше это неврологический осмотр, это развернутый анализ крови, это биохимический анализ крови, где нужно определить глюкозу, калий, натрий, кальций, магний и фосфаты, КФК и печеночные ферменты. Печеночные ферменты нужно определять для того, чтобы понять, насколько может быть опасным прием, например, вольпраатов, которые гепатотоксичны, при, например, нейромиотонии и САКСа. Надо определять гормоны щитовидной железы и делать ее ультразвуковое исследование. Нужно проводить ЭКГ, эхокардиографию. Мы говорили о том, что у больных бывает гипертрофическая, но чаще дилетационная кардиомиопатия. Холтеровское мониторирование ЭКГ для того, чтобы оценить степень выраженности аритмии у больных. Это очень важно при дистрофической меотонии, где внезапная смерть может возникать от нарушения ритма сердца. Это, конечно, электронейромиография, стимуляционная игольчатая. Это спирография. Важно оценивать дыхательную функцию. В ряде случаев это биопсия мышц, обязательной консультации кардиолога, окулиста, эндокринолога, нейропсихолога и генетика. И обязательно МРТ головного мозга. Это в большей степени касается дистрофической меотонии. Лечение меотонии. В плане лечения очень важно, чтобы больной соблюдал рациональный режим дня и исключал провоцирующие факторы. Избегал продуктов, богатых калием. Курагу, изюм, картофель, чтобы он не ел. Очень важно, чтобы больной рационально выбрал себе профессию. Чтобы он не переохлаждался. Чтобы он избегал профессиональных вредностей. Чтобы он избегал значительных физических нагрузок. И, например, работы с заданным ритмом на конвейере. В плане фармакотерапии следует сказать, что такой препарат, как навокаиномид, не используется из-за опасности аритмии и летального исхода. А используется дефинин по 100 мг в день. Используется мексилитин по 300 мг 1-2 раза в день. И такаинит по 800-1200 мг в сутки. Противопоказаниями к назначению этих препаратов, мембраны стабилизирующих препаратов, являются гипотензия, брадикардия ниже 50, атриовентрикулярная блокада, наличие эпилепсии, нарушение функций печени и почек. Используется также карбомазепин, используются вольпраты. Надо сказать, что анаболические стероиды не используются, так как могут вызвать улучшение, но затем резкое ухудшение у больных миотонии. Применяются миотропные метаболические препараты. Показано положительное влияние креатина, моногидрата при некоторых формах миотонии. При ацетозоламид, чувствительной миотонии, применяется ацетозоламид. Также можно опционально применить таурин, оксалат натрия, антагонисты кальция, антиоксиданты, препараты липоевой кислоты и витамины группы В. Физиотерапевтические процедуры, которые можно применить больному миотонии, это пресные соляные хвойные ванны, это парафиновые и азокеритовые аппликации по типу перчаток и носок, это электрофорез с прозерином, галантамином, хлоридом кальция и дибазолом, это так называемый метод Лобзина, такой известный советский невролог, петербургская школа. Это синус-моделированные токи на атрофированной области, ультразвук паравертебрально, токи Дарсонвале паравертебрально. Несколько слов про злокачественную гипертермию. Это фатальное осложнение анестезиологическое, которое возникает при введении определенных препаратов анестезиологических больным с миотоническими синдромами. Это гипертермия до 40-42 градусов и мышечная ригидность, которая вызывается во время анестезии летучими ингаляционными анестетиками, например, листеноном. Сопровождается это состояние повышенным потреблением кислорода, накоплением молочной кислоты, продукцией большого количества углекислого газа и тепла. Наибольший риск злокачественной гипертермии описан при синдроме Шварца-Джампала, дистрофической миотонии, синдроме Кинга-Денбера, миопатии центрального стержня, описаны случаи при болезни Шарко-Маритута и при миопатиях разных. Частота молниеносной формы 1 случай на 250 тысяч при общей анестезии, 1 случай на 85 тысяч при использовании ингаляционных анестетиков и 1 случай на 60 тысяч при использовании листенона. Абортивная форма встречается примерно с частотой 1 случай на 4-16 тысяч операций. В клинике злокачественной гипертермии мы видим необъяснимую тахикардию, учащение дыхания, гиперкапнию, мышечную ригидность, цианоз, температуру 40-42 градуса, нестабильное давление, ацидоз, наличие аритмии и развитие ДВС-синдрома. Как же установить предрасположенность к этому осложнению анестезии? Существует два теста – галатановый и кофеиновый. Вот здесь показан вроде бы кофеиновый тест. За патологический ответ мышечного волокна, которое помещается в определенную концентрацию кофеина и растягивается, принимается любое отклонение изолинии, на приложение к мышечному волокну усилие более 0,2 грамм при концентрации кофеина 2 ммоль на литр. В клинике Глеба Левицкого, клинике Real Health, да, мы можем оказать следующую помощь больным миотонией. Мы можем предложить осмотр опытным неврологам, генеалогическое исследование, молекулярно-генетическое тестирование провести. Мы можем провести игольчатую стимуляционную миографию и предложить наблюдаться и лечиться амбулаторно. Также мы можем провести биопсию мышц и сделать любые лабораторные анализы. Тест на предрасположенность к злокачественной гипертермии нами не проводится. Но, насколько я знаю, он проводится вне педиатрии и детской хирургии, на Талдомской улице, где оперируют детей с нервно-мышечными заболеваниями, в частности, с дистрофической миотонией. На этом все. Большое спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Уважаемые друзья, тема сегодняшнего выступления достаточно узкая и специфическая. Вероятно, в связи с этим вопросов в студию не поступило. Тем не менее, всех пациентов с подозрением на миотонические расстройства мы ждем в клинике Real Health на диагностику, наблюдение и лечение. Большое спасибо за внимание. Я прощаюсь с вами до следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok